Всем привет, ребята! Очень рада, что вы со мной. Смотрите меня сегодня результаты конкурса с прошлого видео и новые книжки. У нас их достаточно много, у меня есть о чем рассказать. И давайте, не буду вас долго томить, и сразу начнем с результатов конкурса. О, последний участник у меня записался 4 дня назад. Это Woman.ru 100. И она под номером 18. Все, на этом, ребята, мы закончили. Вот у меня здесь бумажки. Здесь написано числа, да, от 1 до 18. Я их сейчас положу в мешок. Прошу моих детей вытащить. Перемешаю. Девчонки, помогите мне разыграть книжку. Это не играет, мы разыгрываем книжку между участниками. Одну, наверное. Я сажу. Покажи прямо на камеру. Я сажу, номер 5. Номер 5. Так, 5 мы кладем сюда. Значит, 1 и 2. Одну, да? Как вы думаете? Номер 14. Значит, у нас получилось номер 14 и номер 5. Кстати, я, ребята, ну, наугад. Совершенно не знаю, где вы смотрите. Меня сейчас не запомню. А ты кого еще? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Собачали? Я выбираю одного участника, кто получит эту книжку. Им становится человек под номером 5. Под номером 5 у нас девочка, под номером 5 у нас Кристина, другая, с фамилией Леденева. Я извиняюсь, если я неправильно прочитала. Это книжка ваша, и на самом деле... Десять, да. И на самом деле книжкой получилось очень странно, потому что, чтобы умею достать, мне пришлось переплатить в раз, наверное, я не знаю во сколько. Потому что, как всегда, я откладываю чуть-чуть на потом. И ты можешь себе взять, Нин. И вот мне пришла буквально вчера эта книга, поэтому, в общем, я записываю видео. Сейчас мы откроем. Как короче она будет. Я ее хочу. Она запечатана, мы ее даже открывать не будем. Все, эту книжечку... Мам, может, и я хочу. Мы ее открывать не будем. Мы ее прям так и отправим. Ребят, в этом выпуске я тоже буду разыгрывать книжку. Одну из серий... The Bears and Bears... Present? No, without present. Just The Bears and Bears. Это, по-моему, самая... Популярная и любимая серия всех тех, которые я вообще видела. Это... Я не шучу. Это вот все книжки, именно вот этой серии. И они все порваны. Они все разорваны. Идеальные книжки для детей 3-4-5 лет, потому что они проигрывают всевозможные ситуации в жизни, которые встречаются с ребенком. Они проигрываются в каждой вот из этой книжечки. Например, ну, это, да, это американская серия, и она, в принципе, про классическую американскую семью, которая была раньше. Да, не тогда, когда мама бизнес-вумен стала и очень много работает наравне с папой, а тогда, когда мама сидела дома с детьми, а папа один работал. Вот, про ту семью это рассказывает историю. Сейчас, конечно, все немножко поменялось, но, в принципе, читая вот эту серию, вы можете где-то себе там внутри выстроить абсолютно четкую модель семьи, вот я не знаю, каких годов, к сожалению. Ну, а не современную, потому что современная мама, она другая. Здесь, например, ну, вот опять же, каждая книжка, она, да, обыгрывает ту или иную ситуацию, что связано с детьми по жизни. Поход к врачу, бардак дома, там слишком много сладочной на столе, купили собаку, родился третий ребенок, родители уехали куда-то и остались с бабушкой и с дедушкой эти медведи. Бабисидер пришел, и, короче, и вы, как вы видите, у нас их безумное количество. Я сейчас буду пробегать просто от одной к другой, чтобы просто вы понимали, например, вот эта книга «Блэйстрел», кстати, несмотря на то, что у нас огромное количество, мы все равно продолжаем их покупать, потому что начала их покупать со своим старшим ребенком, когда я там была 3-4 года, там, 2, я не знаю сколько, и по книжке вот у нас накопилось большое достаточное количество этих книг. И младшая сейчас у меня тоже в таком вожестве, когда она просто вздохлеб читает, я вот не преувеличиваю совершенно. И, естественно, в виде какую-то книжку в магазине, которой у нас нет, например, она с удовольствием ее берет. В общем, предположим, «Мувин Дэйд». Америка такая страна, где здесь все ездят туда-сюда, и это, в принципе, типично, когда у тебя сосед переезжает или ты переезжаешь, и это как бы нормально. И поэтому есть такая книжка, и здесь, в принципе, сначала до конца и описано, рассказывается ребенку, что зачем будет, и для чего это делается, и почему это происходит, и что, теряя что-то в одном месте, ты обязательно найдешь что-то в другом месте. Начало в истории, в принципе, всегда рассказывается одинаково, что вот в долине Медвежьей жила семья, тра-та-та, мама занималась вот этим, брат занимался, мальчик, да, ребенок этим, папа занимался этим, и, значит, у них что-то приключается. Вот, например, здесь это все рассказывается, и говорится, что в семье стал слишком тесен дома, слишком стал стар, и они решили переехать. И вот здесь встречаются брата сомнения, да, а что же будет с моими друзьями, а что же будет с моими игрушками. И постепенно, да, родители объясняют, что все будет хорошо, что игрушки переедут с нами, книжки переедут с нами, что с друзьями ты можешь все равно видеться иногда, и что у тебя появится там еще знакомая, будь здоровы. Будь здоровы. Будь здоровы. И, собственно, приходит день переезда, ребенок смотрит в пустой дом, ему очень грустно, он уезжает, вращается со... Ну, как вы здесь видите, дошагово все описано, что ребенок может почувствовать, и тут как бы Медведь через себя проигрывая и показывает, что... Да все нормально, ничего такого страшного не произойдет. Здесь, кстати, наклейки, у меня есть наклейки, сложно было прочитать. Здесь очень во многих книжках есть такие странички-вкладыши с наклейками, с персонажами и с ситуациями вот конкретно этой книги, да. И их можно куда-то там внутри книги наклеивать, или просто делать какой-то арт, или, возможно, комиксы делать. Кстати, это хорошая идея, делать комиксы. У нас есть последние две книжки, там не тронютые совершенно, эти, наклейки, можно комиксы сделать. Так, так. Ну, какая там у нас, ну, последние четыре, что ли, какую-то? Вот, и здесь вот опять же, да, братцы, сестры живут в таком-то доме, в таком-то районе, вот они здесь очень много все любят, что они любят делать. И начинаются разворачиваться проблемы, да, какая-то, я уверена, что это долго. Вот когда они пошли вместе в бейсбольную команду, они очень любят бейсбол играть, эти ребята, они вообще любят все, эти ребята, медвежата. В принципе, как и многие дети, и на рыбалку ходить, и в тот спорт играть, и тут почитать, и тут поиграть, и тут посидеть, компьютерные игры, все они любят, эти ребята. Поэтому ребенок всегда, как бы, себя может найти в этих героях, потому что поэтому она так сильно любима здесь, в Америке, она безумно популярная, до сих пор эта книга. Ну вот и, какая? Да, написаны эти книги, кстати, семьей, да, это муж и жена, и они, как, я, по-моему, историю какую-то читала, как вообще возникли эти истории, эти книги, они принесли в издательство Cat in the Head, одну из этих книг, это, кстати, самая первая была книга, как папа-медведь со своим малышом бегали за медом. Что, Катя, ну? А где нашу мед? Ну вот еще одна, еще одна из историй, Troubles with Pet. Но это тоже классическая история, когда, в принципе, от всех здесь соседей или знакомых, есть у каждого такая история, раз, более масштабная или менее, здесь про то, что дети хотят, да, купить всегда новый пэт, либо это собачка, либо это кошечка, либо это лошадка. И вот сестра с братом, тоже пришел такой момент, когда они вот очень сильно попросили, и папа сказал, почему бы нет, и мне кажется, что наши дети уже вполне себе справятся, они достаточно уже взрослые, тем самым разозлил маму. Ну, это реально классика, ну, правда, в основном папы такие, потому что много работали, я не знаю, ну, так просто, как бы, вырисовывается такой четкий портрет американской семьи. И вот я в этих книжках четко вижу многих своих друзей. О, еда, крылья нашла, молодец, сейчас вам расскажу. Ну, и здесь, что, да, родители и дети сделали, как приготовились к тому, что у них появится собака. Сначала они поехали на ферму узнать, нет ли щенков, оказалось, что щенки есть, они выбрали, но сразу не взяли, они пошли, взяли книжки, как за ними ухаживать за собаками, подготовили место дома. И, наконец, настало то время, когда, помнишь, они взяли эту собачку, отвезли ее сначала в полицейский участок взять документы, потом отвезли сделать прививки. И потом самое интересное началось дома, потому что тоже абсолютно классическая история. Брат с сестрой примерно одного возраста на перебои хотели пойти первую выгуливать собаку, но пока не спорили. Собака написала. И они стали уже на перебой спорить, кто из них будет убирать уже. Не ты будешь убирать, не ты будешь убирать, да, уже сваливая, делай. И мама ужасно разлозлилась уже в этот момент, что, в принципе, тоже классическая реакция. И повесила на стену расписание, кто будет гулять. Ну и потом вот, что ребята смотрели, как растет их питомец и наблюдали за ним. Вот она, самая первая история. И с чего вроде как началась эта самая история. Я не буду, да, говорить, что я сто процентов уверена в том, что я сейчас это говорю, что это была именно первая книжка. Но потому, что я читала какую-то статью и какую-то такую биографию возникновения этой истории, она была именно вот с этой книгой. Здесь чуть-чуть такой шутливой форме и в рифму рассказывается, да, смешная ситуация из истории этой семьи. Значит, we ate honey, we ate a lot, now we have no honey in our honeypot. Рифму, да. Go get some honey, go get some more, go get some honey from the honey store. Мама сказала. We will go for honey, come on, small bear. We will go for honey and I know where. То есть мама попросила привезти новый мед с магазина, но папа сказал, сейчас мы все раздобудем как надо. Привет, котенок. И они прошли мимо магазина и отправились искать мед. И вот. What is that bee? He went buzz, buzz. He looks like a bee. Why? Yes, he does. Короче, они последовали за этой пчелу и в надежде найти мед. Пчела залетела в какой-то там дупло. We will follow that bee to his honey tree. И папа решил забраться, но он там ничего не нашел, кроме как совы, которая ужасно разозлилась на него, и пришлось от него убегать. Дальше они последили за этой пчелкой, и она залетела куда-то там еще. Папа уже, зная, да, предыдущий опыт, решил наклониться и тихонечко влезть за медом. Но оттуда выполз разъяренный, кто это, дикобраз, и ему тоже опять не поздоровалось, пришлось убегать. И вон папа, смотри, да, look that, there goes your friend, the bee. И они побежали дальше, сын уже тут устал, видимо. Ну вот они так гонялись-гонялись, в общем, через жуткие проблемы прошли, и чуть не потонули, и разозлили. И в итоге они пришли домой, конечно, без меда, и купили его просто в соседней лавке. Классная история, мне кажется, очень. Но здесь вот про тоже такая классическая вещь. Внезапный митинг оказался у родителей, им надо было оставить с кем-то детей. И бабушка с дедушкой не смогли конкретно в этот вечер. Тетушка с дядюшкой тоже не смогли, подруга тоже не смогла. И в итоге они договорились с соседкой, чтобы она с ними посидела. Но соседка это была не простая, а очень угрюмая бабуля, которую, в принципе, все чуть-чуть опасались. И брат с сестрой появились до этого нового человека. И потом они в итоге подружились с ней, но вот как они это переживали, здесь, в принципе, все описано, что это же та злая бабка там. Вот у них появился, у старшего брата появилась младшая сестричка в этой книжке написана. Тоже достаточно красочно все. Давайте снова устроим этот конкурс. На этот раз я буду... Нет, подождите секунду. На этот раз я буду... Давайте разыгрывать вот эту новую книжку. The Big Honey Hunt. И давайте вторую. Чуваки, любую выберите. Любую выберите, самую любимую, и мы ее разыграем. Strangers. Вот эти две книжки мы, ребят, разыгрываем. Вот это очень простой английский, просто нереально для новичков. А вот это, ну, обычная история. И обычным языком она написана. В принципе, почему не надо разговаривать с незнакомцами. Так, ну и правила очень просты. Вы делайте перепост этого видео на свою любую социальную сеть. И делайте мне ссылку... Скидывайте мне ссылку под этим видео. Я опять все пронумерую. И через какое-то время, надеюсь, через пару недель, мы снова разыграем и отправятся уже вот эти книжечки новому читателю. На самом деле, у нас из библиотеки взято столько много классных книг. Я уже уже не горжусь, чтобы про них рассказать. Потому что мы половину прочитали, и я уже была просто в восторге от этой половины. Вот, что я хочу рассказать. Еще одну серию для самостоятельного чтения. Это, ребята, The Magic Tree House. Это серия книжек, которые читает сейчас Каролина. Это Chapter Books. Здесь все эти книжечки пронумерованы. От одной до, по-моему, сорока или шестидесяти. Четырых там очень много. В каждой книжке примерно по десять глав. И здесь уже такая серьезная литература. Надо быть, в принципе, подготовленным читателем, чтобы такое читать. Очень мало картинок. В основном книга выглядит и таким другим. То есть просто текст. И, ну, буквально несколько картинок. Если есть, то они вот такие черно-белые. И, в принципе, они, конечно, не акцент в этой книге. А в этой книжке, в принципе, рассказано приключения двух ребят. Брата и сестры. Сестричка сейчас помладше, она, по-моему, в первом классе. А брат в третьем классе. И, наверное, на этот возраст рассчитаны эти книги. Потому что, по крайней мере, сейчас шесть лет. И она вот с удовольствием читает их. По одной, по две главы в день, в принципе. Иногда больше. Но чаще всего одна-две главы. И на это уходит какое-то время. Потому что здесь язык уже такой сложный. Ну, как бы, не то, что сложный. Просто, ну, вы видите, в общем. Конкретно английская литература. Но она, конечно, адаптирована под этот возраст. Но, естественно, встречаются слова такие, что надо переводить мне. Потому что я просто даже не знаю. Допустим, что в последнее читали про рыцарей. Там вообще были слова, там, к примеру, подземелья. Да, я их и не знала. То есть я для себя тоже узнаю какие-то слова с этими книжками. И вот очень рекомендую продолжение вот этих всех, там, cat in the head, всевозможных серий для малышей. Вот это очень хорошая серия. Да, моя самая любимая. Их бесчисленное количество. Я говорю, там, наверное, штук 60. Я не помню, сколько мы видели в магазине. И у них еще есть вот это же, как бы, от этого же производителя. Не знаю, может, другой писатель. Ну, в смысле, от этой же серии. Есть еще такие поучительные книжки. Типа энциклопедические такие. Сейчас книжка. Мы тоже их еще пока не покупали. Но я их видела в магазине. И я думаю, что, когда придет время, мы их обязательно посмотрим. И для себя, может, что-то выберем. На, мама, слушайте, красиво. Ну, вот, собственно, ребят, такие две большие серии. И такие две большие темы мы с вами поделились. Ну, и еще раз поздравляем Кристину с выигрышем. И участвуйте в следующие две книжки. Я уже рассказала, какие. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok